МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 7 тысяч бутылок алкогольной продукции сомнительного происхождения изъяли сотрудники МВД и ФСБ в ходе спецоперации в Краснослободске. Силовики нагрянули в гараж в тот момент, когда закончилась разгрузка очередной партии. Судя по накладной, в кузове грузовой газели было 3000 флаконов дезинфицирующего средства. Поставщик некая фирма из Нижнего Новгорода. Стиральный порошок, который хранился, видимо, для прикрытия, в гараже всё-таки нашли, а рядом десятки ящиков с надписью «Водка». Внутри оказалось то же самое, по крайней мере, по внешним признакам. Застолье с поддельной федеральной специальной маркой. Каков состав жидкости внутри, опасна ли она для жизни и здоровья человека, ещё только предстоит выяснить экспертам. При обыске в гараже оперативники нашли несколько видов водки и коньяка. Часть из бутылок не имели акцизных марок. Рядом в коробках нашли ещё и несколько пятилитровых пластиковых бутылей со спиртосодержащей жидкостью. Этот гараж был не единственным адресом, куда нагрянули силовики. Оперативные мероприятия параллельно шли в Ковылкино, где в похожем гараже нашли более 2600 бутылок спиртного и 820 литров аналогичной жидкости. Владельцем партии оказался местный житель, выходец из ближнего зарубежья, который путался в показаниях. Вам привезли? А для чего? Серёга, ты же скотч. Что продавали? Сами продавали? Сами продавали? Каждый был приехал забрать. А кто должен был забрать? Через несколько минут мужчина уже сменил тактику и стал рассказывать, как продавал бутылки по 150 рублей за штуку. Прибыль с каждой была 25 рублей. Товар везли из Казахстана армяне. Большинство этикеток и акцизных марок на национальном языке. Это марка, везённая на территорию Российской Федерации. Изготовленная здесь и приклеена для придания подлинности данной продукции. По сути, дельцы могли поставить любую марку алкоголя. При обысках нашли крышки со стопорными кольцами, дозаторы и чистые стеклянные бутылки различного объёма и формы. Оставалось только разлить жидкость из пластиковой тары. Общая сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей. В настоящее время сотрудниками МВД и УФСБ проводится проверка торговых точек, где мог осуществляться сбыт фальсифицированного алкоголя и место его изготовления. На причастность к обороту алкоголя без маркировок сейчас проверяют двух мужчин. Это жители Мордовии и Нижнего Новгорода. По факту возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы. Если весь изъятый алкоголь экспертиза признает опасным, его сольют в канализацию. А это почти 10 тысяч бутылок. Александр Аносов, происшествие, 10 канал. Полицейские Саранска разыскивают компанию молодых людей, которые в ночь на 29 марта избили 34-летнего мужчину. Всё произошло в центре города. Серьёзный повод подозреваемым даже не понадобился. Конфликт произошёл в час 40 ночи на улице Полежаева у входа в гостиницу Сура. Пять молодых человек подошли к двум гражданам, спросили у них закурить. Потерпевший ответил отказом, но молодые люди посчитали его ответ дерзким. Это и стало поводом, чтобы начать драку. Один из подозреваемых ударил своего оппонента в лицо. Дальше завязалась драка. К избиению подключился второй подозреваемый. Наносил несколько ударов по различным частям тела. После этого молодые люди скрылись с места происшествия, а потерпевший был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него двойной перелом челюсти. Чем могут грозить подозреваемым ночные приключения, покажет медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, в рамках которой назначена медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых. Вся группа попала в поле зрения камер системы «Безопасный регион». Вот эти пятеро молодых людей. Гуляют рядом с местом преступления и без стеснений распивают спиртное. В полиции просят всех, кому известны личности или местонахождение этих молодых людей, сообщить информацию по телефону, которую вы видите на своих экранах. Либо 102. Дарья Берязева, Александр Данилов. Происшествия. Десятый канал. Первый отдел полиции Саранска разыскивает без вести пропавшего Куликова Алексея Владимировича 1977 года рождения, который 19 марта ушел из дома в поселке Николаевка. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Примета Куликова на вид 40 лет, рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые, темно-русые. Был одет куртка-ветровка темного цвета, спортивный трико и кроссовки темного цвета. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Куликова, просьба сообщить по телефону 2977-88, 2977-61 или 102. Следственный комитет Мордовии разыскивает 63-летнего жителя Качкуровского района Зимина Александра Александровича, который в июле 2016 года ушел из дома своего знакомого в селе Напольное Тафло, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье убийства. Приметы Зимина. Рост 175 сантиметров, волосы седые, глаза темные. Был одет в короткую трехцветную куртку, черный комбинезон, темно-коричневые ботинки. Особые приметы. Родимое пятно на лице. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Зимина или обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить по телефону 56 07 14 или 102. Министерство внутренних дел по Республике Мордовия предупреждает. В денежном обращении находятся поддельные денежные купюры Банка России номиналом 5000 рублей. Основные отличительные признаки подделки. При наклоне купюры герб меняет свой цвет с малинового на серо-зеленый, а на купюрах модификации 2010 года герб зеленый, а при наклоне бликовая полоска перемещается в зависимости от наклона вверх или вниз. На поддельных денежных купюрах герб остается без изменений. При рассматривании банкноты против источника света наблюдается изображение числа 5000, сформированное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий. Бумага в месте расположения микроотверстий не должна восприниматься шероховатой. На поддельной денежной купюре имеется шероховатость, на просвет некоторые отверстия не просвечиваются. При наклоне купюры появляется радужное переливание полосок разными цветами с четкими контурами. На поддельной купюре имеется имитация радужного поля с матовыми полосками, как правило, двух цветов и с размытыми контурами. Преступления, связанные с фальшивым анечеством, относятся к категории тяжких и караются лишением свободы до 15 лет. Пожарная охрана в городской стороне. Продолжение следует...